Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читаем Евгений Бразовый Пушковский 1 мая Безоблачное утро, нарядное, праздничное С размаха останавливается у платформы скорый сибирский поезд в составе пяти вагонов Международного общества Из щегольских вагонов под тени до баркадера спешат разных форм военные Мундиры больше штабные, инженерные Лица спокойные, удовлетворенные Одно дело кончили, другое там, впереди, а пока передышка, покой, интересы туристов Я нахожу своих, мы весело здороваемся В переноске вещей в суматохе быстро проходят 20 минут остановки и поезд уже трогается Последние, милые, дорогие сердцу лица стоят там, на платформе И в первый раз, как молнии, прорезывается сознание, что едешь далеко-далеко к чему-то большому, неведомому И страстный порыв назад пробуждается в душе, а сила, не от меня зависящая, уносит меня все быстрее вперед Едва видны фигуры, поворот и все исчезло А в душу, охваченную пустотой, уже врываются новые впечатления Сверкающие зеленью поля, безмятежная даль их Мало этих впечатлений, чтобы заполнить нестерпимую пустоту А вот идет навстречу мой знакомый и сотоварищ, высокий молодой инженер В Как хорошо, Виктор Петрович, что вы пришли, говорю я и крепко жму ему руку Я теперь рад ему, как самому близкому Потому что этих близких моих знал и он С ним теперь еще теснее связались они Идем в столовую, там все Мы идем по вагонам Нас мягко покачивает В открытой двери купе мы видим, что делается там внутри Шашки, военное пальто, чемоданы Масса вещей Кое-где из-за них выглядывающие лица Лица, как книги в обложках Красивых, простых Но все с неведомым содержанием Вот и столовая с необычной, исключительно почти военной публикой В знакомит нас Мы прикладываем с каждым по очереди руку к козырьку И затем жмем друг другу руки Кофе? Чай? Да, здесь уже запахло войной Я пью кофе и слушаю За соседним столом говорит доктор-хирург Профессор Киевского университета Мягкая, плавная речь интеллигента Пиджак Маленькая шапочка на голове Он говорит о консервативном направлении Современной хирургии В смысле стремления сохранять По возможности поврежденные члены Говорит о бесполезно отрезанных Целых горах рук и ног Во время седанской кампании У французов Прежде одно сомнение уже требовало ампутации А теперь то, что прежде было вне сомнения В смысле ампутирования Теперь не ампутируется Конечно, громадное значение имеет и современное ружье, пуля Самая гуманная – японская Шесть с половинов всего калибра А наши? Семь с небольшим Такая же, как и у всех остальных Японская пуля насквозь пробивает желудок Кишки, легкая И через две недели человек опять на ногах А если в кость? Раздробляет Ну Ну и заживает, срастается Ранка так мала, что сейчас же затягивается И доступа воздуха нет А почему же, спрашиваю я И другим армиям не завести такие же ружья? Дело в том, отвечает доктор Что эти ружья очень легки С такими ружьями, как показал опыт Проигрываются бойны Правда, патронов можно носить на двадцать больше Наш солдат имеет сто двадцать патронов Японский – сто сорок Но смертность от наших ружей на тридцать процентов больше Японские ружья хороши только на близкой дистанции Так как первоначальная скорость их семьсот А у наших шестьсот только Как у французских и немецких Но зато на тысячи метров наши бьют выше И затем у наших прямой бой Прямой бой Ненавесный прицел Доктор употребляет много специальных слов Которые из моей памяти не специалистам ускользают Доктора слушает большой кружок военных В центре сидит штабный офицер Блондин с широким открытым лицом Лет тридцати пяти Начальник штаба девятой дивизии Он поддакивает Называет разные системы ружей Разговор переходит на пушки И пушки у нас оказываются неплохими Хотя какая-то французская фирма выше крупа И лучшими оказываются французские пушки А у нас пушки от французов Как и ружья А осадные? Ведь это только на Ялу Дальше их не будет Почему? Девятьсот пудов весу Так что японцев мы побьем? Никакого сомнения Смотрю на лица Сомневающихся нет Молодой военный инженер Ка Завоевавший уже очевидно право Говорить и думать Что хочет, перебивает Как вам не надоест все о том же? Исключительный народ русские У них не существует настоящего Настоящим они никогда не живут Сегодня ведь первое мая Немец в этот день сплошь выходит в поле Бежит к роще на велосипеде Верхом на своих двоих сорвать ветку Сорвал и смотрит на нее И счастлив И весь в своем мгновении Все забыто А русский как раз в это мгновение И подымает все проклятые вопросы Прошедшего, будущего, всего чего хотите Только не настоящего Настоящего данного мгновения Оно для него не существует Первое мая Остановим поезд Выйдем в поле Потребуем вина Полный с седыми раздвоенными бакенбардами Полковник степенно отвечает Но поезд вам остановить не позволит А вино и здесь есть Завтрак кончился Устраиваются карточные столики Играют в шахматы Уходят спать Весь поезд погружен В приятное ничего не делание В шесть вечера обед Кормят вкусно Завтрак два Обед три блюда Водки, вина пьют совсем мало В ходу сельдерская, содовая, нарзан Чувствуется, что или берегут деньги Или их мало Последнее, вернее Приготовление к дороге съедают все деньги И чем моложе люди, тем больше у них вещей Старшие смеются и говорят Все это, так называемое, полезное Придется бросить Плакали ваши денежки Только и видели их Но помилуйте Ванна резиновая Она занимает очень мало места Другой говорит Я везу только лошадь Именно то, что совершенно не нужно Почему? Да сдохнет там ваша лошадь Нужна тамошняя Которая листья на деревьях ест Нет листьев? Кожу Кожи нет Засохший стебель Галяна Кукурузы есть А ваша только смотреть Да плакать Да умирать будет Сперва ослепнет от слез А потом околеет По горам отвесно Ваша тоже не взползет А те, как кошки, лазят И шкура у них в три раза толще Это им подарила мудрая мать природа Как средство против непросветной тьмы Тьмущей комаров Слепней ободов Но все везут лошадей Ну что ж Китайцы едят лошадиное мясо Вот Мол тамошний А еще лучше Высокий осел С шелковой шерстью Ну и там Цена им Тысяча рублей Толстый капитан Плюется Шесть часов вечера А жара как в поле Вот переедем Байкал Да мне будет Сниму все В рубашке ходить буду Двенадцать часов ночи Жара Все не спят Ждут телеграмм Никаких Ни одного номера Здешней газеты Остальные имеются Но все прочитаны Спать Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова